Добрый вечер. Мы продолжаем прямые эфиры. Я могу назвать этот прямой эфир оперативным, потому что мы не планировали его. Если бы двое моих гостей, покажите, пожалуйста, моих гостей все-таки. Спасибо. Вдвое моих гостей не приехали в наш город буквально на несколько часов, и нам удалось заполучить их в студию, прямой эфир. Я хочу представить, к сожалению, представлять по фамилиям не принято до окончания войны, до нашей победы, поэтому называть буду по именам и тем псевдонимам, которые и существуют сейчас в армии и в нашем мире украинском. Баграм, он же Николай, и Бур, тоже псевдоним. Вообще, я хотел сказать кличка, но это не кличка, это псевдоним. Это красиво, псевдоним. Бур Юрий. Старшина, старший солдат. Старшина Баграм, Бур, старший солдат. Я знаю, почему вы приехали сюда. Мы не будем играться в игру, когда мы, мол, встретились вот только-только. Мы до этого минут 15 успели поговорить. Но я хочу, чтобы вы сказали причину, по которой вы появились, почему вы приехали в наш город. Мы приехали, есть пополнение, есть добровольцы, которые согласились. Мы им честно, я правду говорю, честно рассказали обстановку, что мы не сидим где-то там на второй линии или еще где-то на каком-то посту и кофе распиваем, что мы реально воюем на передовой. И вот добровольцы, 22 человека, которые согласились, я приехал с ними и переговорил, потому что мне надо понимать, чтобы эти люди были вменяемые, что у нас нет вроде грабежей, каких-то отжимов, прижимов. Если кто-то собрался с этой целью, ну, одесситы меня удивили тем, что люди-патриоты, которые... Честно сказать, у нас до этого одесситов не было. Там был один аферист, но выгнали как бы. Сейчас нету. Был один аферист, и тот и задержит. Ну, вот был, по-другому не назову его, а это ребята-добровольцы, которые патриоты, они возраст, ну, возраст какой, 26, самый младший, и старшему 45. То бишь нормальные, спортивные, без плохих, вот так скажем, привычек, это то, что нужно... То есть вы проводите отбор в свой полк. В свою роту. В свою роту. Я забыл сказать, забыл, упустил сказать, что наши гости воюют в батальоне Айдар, да? Да, батальон Айдар. Батальон, батальон... Но самое главное, они воюют во второй отдельной штурмовой роте. Об этом они меня просили сказать именно о второй отдельной штурмовой роте. О роте. Афганской, да? Афганской. Потому что как-то на каком-то, по-моему, под Харьковом, да, или где-то на каком-то блокпосту их назвали... А, это элита. Вот эта элита к нам и приехала. Это очень здорово, когда в армии существует элита. Вообще в армии должна существовать элита, должны существовать примеры. Итак, вы это брали какое-то количество бойцов из Одессы. Да, нас радуют такие они, знаете, ну, действительно Одесситы. Что слово, анекдот или еще, ну, то бишь, есть юмор. Разные национальности, так скажем, понимаете. Нету, что там все украинцы, все русские, разные. Но они уже сплоченные очень. То бишь, это то, что нам надо, как бы. Мужики, вы воюете уже больше года. Да. Больше года. Сейчас вы должны быть демобилизованы. Да. В ближайшее время. Я понимаю, что вы возьмете этих ребят. Есть, да? Есть. Мы привьемся, потому что на проводе, как говорили в прошлом, Сергея Брачу, который находится сейчас где-то на линии фронта. Где, он не говорит, и мы не говорим. Но линия фронта достаточно длинна. И поэтому говорить об этом не принято. Где, в каком месте. Но он находится на передовой. Итак, Сережа, здравствуй. Добрый вечер, Игорь Николаевич. Ты не видишь нас. В студии сейчас присутствуют твои друзья. Помнишь его? Баграм, ты помнишь? Колю? Да. Ну, а второго моего гостя вряд ли, а может быть, ты тоже его знаешь. Бур Юрий. Не знаешь. Ну, представь себе огромного мужика, крепкого телосложения. Телосложения с такой окладистой черной бородой, которая выглядит, как, знаешь, герой американских вестернов. Вот так выглядит Юрий Бур. Загорев. Ну, насчет бороды, то борода у меня тоже теперь есть. А, ну, мы же не видим. Теперь докладывай. 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 Давайте начнем с радостной для Одессы вести. Уже официально подтверждена наша информация о том, что боец 28-й бригады, освобожденный из плена, это Роман Капацей. То самый солдат, который был ранен во время нападений в Ерсене над ответственной группой противника 6 июня в полк Светславного. Тогда боевики забрали его с собой. И вот сегодня его, а также одного из десантников 80-й роман Капацей, его официально освободили из плена, с чем я поздравляю. Прежде всего, самих ребят и, конечно же, их родных и близких. Ну, конечно же, Одесса за радостное событие. Второе радостное событие. Сегодня у нас у волонтеров гуманитарной вести Черный Тюльпан не было работы. И я молю Бога, чтобы ее не было. И у тех, кто нас будут менять на власть, и наша власть уже заканчивается буквально через сутки при смене. И дай Бог, чтобы у Черного Тюльпана не было работы. Что касается других каких-то знаковых событий, то мы можем всегда говорить прежде всего о том, что, опять-таки, это официальная информация, которая не подтверждена официально. В том, что в Широке нас оставили бандиты, террористы. Не знаю, насколько это правда, но, по крайней мере, наши источники в Генеральном штате это подтверждают. Насколько мне известно, там будет оборудован специальный фонд области, то есть самая европейская организация, которой я лично, я не боюсь сейчас экологического скандала, я лично не очень доверяю. Но, тем не менее, если это так, то, слава Богу. И, опять-таки, с первой, с кого я сейчас на данном факте, в данной ситуации мы говорим о третьей преграде спецназа, главного разведка управления российской армии. И вот, из-за того, что я назвал, и более-то с тех, что только за вечер разучало посещение фронта. Единственное, пока не могу вам получить информацию о секторе М, Мариуполь, больше владею установкой вот сюда, по другим секторам, потому что мы находимся непосредственно в этих зонах и работаем здесь. Вот так на вечер, ну, бездельно, никакого оружия ребята знают, что на это, на фронте же практически никто не получает внимания, да, там, АГС или гранаты моды. Это уже, к сожалению, порядке вещей. Спасибо, Сережка. Ты, я надеюсь, заканчиваешь вахту свою? Да, вахту завтра специально заканчивается, мы будем выдвигаться на Одессу. Ну что ж, сегодня, судя по всему, последний вечер твой там, да? Ну, надеюсь. И последняя крайняя. Крайняя, да. Мы тебя ждем здесь с нетерпением. Я хочу, чтобы ты появился в студии, наконец-то, рассказал уже больше и, наверное, лучше, потому что, наверное, у тебя есть какие-то видеоматериалы или какие-то фотографии. Конечно, есть. Я обязательно поделюсь. К сожалению, не все из работы Чорома Чурбана мы можем показывать, но вы сами должны это понимать. Тем не менее, максимально будем информировать телезрителей о том, чем мы занимаемся, что здесь происходило, что мы видим. И он еще раз подчеркнул, прежде всего, в этой течении и работал волонтером, но уже параллельно потом в этой статье журналистом. Но кое-что удалось собрать. И я думаю, что это вахта не последняя, это так, Игорь Николаевич, уже лично вам сразу предупреждает. Да, я очень прошу тебя, я понимаю, что это не крайняя вахта, наверное, да, как ты говоришь, но желательно, чтобы она была покрайнее, по большому счету. Потому что я тебе скажу прямо, что твое присутствие в эфире, я не буду говорить тебе комплименты, но то, что оно может быть даже важнее, чем твоя волонтерская деятельность там, мне кажется, что это так и есть. Спасибо, 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 на добром слове, быть добру и доброй ночи. Спасибо, спасибо, всего доброго тебе. Итак, мы возвращаемся в студию. Дорогие мои, сегодня опубликовано обращение, ну, назовем их лидеров, лидерами республик, так называемых, территорий оккупированных, которые обратились к лидерам мирового сообщества, ну, нормандской четверки, с просьбой, не с требованием, пока что, с просьбой, как бы оценить и сказать, как они видят урегулирование ситуации. Прежде всего, политическое урегулирование. Ну, лицемерию нет предела, это действительно, зачастую, это даже уже вызывает не негодование, как раньше, а уже такую ироничную улыбку. Но мы говорим, минские договоренности, минские договоренности. Они хоть один час работали? Нет, нет. Как, ну, давай, ответить. Нет, но не часа, не дня, работали в минские договоренности. Обстрелы постоянно, ежедневно. Можек, ну, лошадь, ну, точно. То есть, не было такого дня. Они знаете, как делают? Они делают следующее. Если идет вопрос о том, что, например, говорят, что завтра там будут собираться в Минске и так далее, они могут сегодня еще больше обстреливать, чем обстреливали раньше, допустим. Понимаете? Ну, вот если за каких-то полтора месяца только в нашей роте погибло пять человек. Пять человек. Ну, какие договоренности? Как могут, как мы договор... Мы... Это как бы при отсутствии боевых действий. Да, вот реально. Что, мы друг друга там стреляем? У нас, слава богу, трезвая рота, порядок, дисциплина. Если кто-то скажет, там какие-то... Про каких-то наркоманов вообще речи нету. То бишь, у нас нормальная дисциплина. Вот Мозгового когда застрелили. Все, это 50 километров было туда, к ним, в тыл, да? К Луганску. Все сказали, что это сделали украинцы, айдаровцы там. И пошло, и поехало. Но это нереально. Почему нереально? Потому что даже те разведгруппы, которые наши, работают, они заходят, чтобы определить просто, где техника, где живая сила и так далее. Но она не стоит за 50 километров. Два километра, три. Потому что мы близко стоим друг от друга. И вовременность. Ну, вот так реально. Ну, говорить о каких-то договоренностях. Понимаете, здесь надо другой формат. Минские договоренности, они не работают. Да, может быть, на какой-то момент там приостановлено тяжелым вооружением, там, градами и так далее. Как перерыв в театре между акциями. Да, да, да. Тут надо другой, как бы, подход, чтобы та же «семерка» сделала другое предложение тому же Путину. Его надо, и так как я понимаю, я там небольшой политик, но понимаю следующее. Что его надо, как бы, заинтересовать, что ли, как правильно сказать, чтобы он, типа, игрок. Не так, что от него его в угол загоняют. Его в угол он, ну, человек, который уже, я так думаю, он себя не контролирует. Почему не контролирует? Потому что, ладно, он нас ненавидит, да? Нас, украинцев. Мы укропы. Мы там что-то в бреде его у него отобрали. Ничего мы нигде, никого не захватывали и не это, не отбирали. Ну, за что он ненавидит своих же россиян? Ну, их же тоже погибших. Их за что ненавидит? Поэтому нужен новый формат. Новый формат в каком плане? В том, чтобы это предложение было не загнанным в угол Путиным. Это да, это Европа, Америка, и они могут это сделать. А привлечь его, чтобы он участвовал, типа, что, да, россиян там нету, как бы, и вот он хочет помочь. Ну, да, у него как бы и вины нет. Да, и вины нет, да. Понимаете? Ну, нам не надо говорить там вот к тем, кто на передовой, что там вот, когда говорят, нету россиян и так далее. Это там россиян, если бы не было, поверьте, уже бы давно, давным-давно бы это все закончилось. Ну, скажите мне, назовите страну, в которой бы столько было танков, градов и так далее и тому подобное. У сепаратистов там или еще у кого-то. Где? В Луганской, Донецкой области. В Луганской, Донецкой области, ну их. Я знаю просто россиян. Я в России вырос, в Тюменской области, как бы. Я знаю россиян, которые живут там на границе, которые звонят, с которыми я когда-то где-то там, ну, был знаком, так скажем, чтобы... Да, ну общался, да. И они говорят, сколько там прошло техники и так далее. С России, понимаете? Не с Израиля они прилетели, не откуда-то, понимаете? Я больше скажу, если бы, вот, например, Украина действительно напала бы там на Курск, на Брянск, не дай бог, или еще что-то, да? Я бы никогда не пошел воевать. Отвечаю. Никогда бы не пошел воевать. А тут, ну, просто выхода как-то как бы нет. Юра, вы молчите, а мне хочется, чтобы вы тоже, не только мы с Колей говорили, но и вы сказали. А как вы попали на фронт? Ну, я попал. Просто, если честно сказать, то стыльно на диване было дома лежа. У них молодые парни идут туда воевать. Ну, и плюс друзья, товарищи, все шли туда. Ну, и так. Куда я попал? Спасибо им большое, конечно, они меня научили, багато чего. Я в армии вообще не служил. Не служил? Нет. Парни меня научили буквально за пару месяцев у всего. Сделали солдаты. Он способен, это факт. Да, Андрей. Спасибо ему великое суперное дело, трохи подучи. Скажите мне, вот вы будете сейчас демобилизоваться. Вы возьмете новобранцев и будете продолжать воевать? Ну, не знаю. С ними? Или вы их оставите сейчас там вместо себя? Нет, оставим. Да, ну, есть у нас уважение людей. Не, ну, мужики, вы же все в возрасте уже, простите меня. Ну, да, ну, просто мы эту роту, точно я могу сказать, создали сами. Это однозначно. Вот 25 человек мы приехали. Покойный Михнюк. Михнюк Олег Иванович и так далее. Значит, мы ее создавали. Создавали по тем критериям, которые были у нас в армии. Боец должен быть бойцом. Все, вот в Айдаре, поверьте мне, что бы там ни говорили про Айдар, да, к большому сожалению, есть. Там, как говорят, дым без ветра или не бывает. Нет, да, да. Как это, да? Есть. Ну, это есть везде. Ну, в основном, я не то, что хвалю там свое болото. Айдаровцы молодцы. Вот покойного Динамита, Серега, ребята, там их немало. Все на передовой. Понимаете? Егора и так далее. То бишь много ребят, которые очень много, поверьте. Не надо нас смешивать там, что мы есть такое, какими-то отжимами или еще что-то. У нас в роте, я вот скажу четко, отвечая за свои слова, такого нет. Потому что у нас западло что-то брать где-то. Да, там оружие или еще что-то. Оружие. Но оружие обратно. Для себя в роту, а не куда-то там на гражданку отвезти, чтобы потом ерундой заниматься. Это нам не надо. Дай бог, чтобы закончилась война, поверьте мне. Забыть про это оружие. Вот я честно говорю. Оно не нужно. И мирно жить. И вот если год назад там мы говорили о мире, и никто бы это, знаете, не воспринял, как бы, да, нормально. Но сейчас я вам хочу сказать, что мир это самое главное, это первое. Ну как понять, знаете, вот честно сказать, идем мы на дембель, да? Вот сейчас дембель, как было это в армии когда-то. Да. В армии радость была, что мы идем на дембель, закончилась служба и так далее. Сейчас этого нету. Нету вот ощущения, что, ну вот ты что ли сказать. Вот я не могу сказать, что я выполнил свой долг там. Да, я как бы выполнил, но если бы закончилась война, не было войны, а когда оно там остается, в этом напряге и так далее, и тому подобное, то ощущение, выполненного полностью долга, ну как бы его нету. Вот я честно говорю, просто у нас договоренность, если вдруг что, начнутся более серьезные, не доведи Господи, да, наступления, мы все вернемся обратно. В течение суток, что тут недалеко. Вы идете в мирную жизнь. Сейчас со всех сторон звучит, нужна психологическая помощь нашим бойцам, которые возвращаются с фронта, нужна психологическая помощь. Более того, вы же, Коля, еще и ранен, насколько я понимаю. Это нормально все. Но при этом, при всем, ранение есть? Все хорошо, да. Ранение есть. Вот вопрос такой, в чем психологическая помощь? Или вы сами нам должны, вот как вы видите, нам оказывать психологическую помощь в том, чтобы менять эту жизнь? Кто у нас психолог? Мы, мирно живущие и специалисты, может быть, психологии? Или вы, которые вернутся сюда, посмотрят и скажут, эй, ребята, а мы же уходили и все это тоже так же было? Ничего же не изменилось? Как вы будете себя вести? Как мы будем себя вести? Как вы будете жить? Как вы будете действовать? Какие задачи вы перед собой ставите? Вы же бойцы. Совершенно верно, согласен с вами. Первая задача, там, психологически, ну, каким я был, оно мне ничего не поменяет. Ну, может быть, чуть-чуть там. Но мне психолог не нужен точно. Я железно говорю. Я могу быть еще для кого-то психологом. Ну, если говорить о тех людях, которые в мирной, вот, как вы, да, живете, и мы, то мы вместе. Понимаете, мне, честно говорю, я до сих пор не могу понять единственного. Вот в стране действительно война. Украина не виновата в этом. Это я железно. Никто, я не думаю, из правительства, которое было, там было, я имею в виду, Турчинов, потом президент наш и так далее, и тому подобное. Никто из них не хотел этой войны. А мы тем более. Да, то, что было на Майдане, ну, мы, мы, это нормально, что люди хотят, чтобы, ну, мы хотели за всех, за Донецк, за Луганск, Одесса, Львов и так далее, и тому подобное. Чтобы мы жили лучше. Кто этого не хочет? Пусть поднимет руку. Понимаете? И так далее. И мы делали это под своим флагом. Не более того, не выходя за рамки этого. А вот мне до сих пор непонятно, вот, знаете, у нас война идет там, да, конкретная. А у нас люди, вот, часть людей, я не скажу, что все люди, да, Луганской, Донецкой, да, и здесь у вас есть, вот, вчера взрыв был. Да, вот они ненавидят Украину. Вот мне это парадокс. Люди прожили здесь, как бы, их дети, семьи. Вот, назовите мне европейскую страну, не дай бог, не к месту сказано, чтобы у них была война, и чтобы они кричали там, или Россия, или еще что-то. Ну, такого не найти. Ну, почему у нас? Поэтому, конечно, общество должно меняться, понимаете, как. Если, я не против, но каждый человек ищет лучшее что-то, лучшее. Стоп. Колька, айдар же это формирование МВД. Нет, Министерство обороны. Министерство обороны. Оно никогда, никогда оно не было, никогда. Вы возвращаетесь в мирную жизнь. Да. У нас проблемы со всеми правоохранительными органами. У нас проблемы. Ну, что там говорить? Вся жизнь войны. Вы знаете, телезрители знают. Совершенно верно. Все знают. Вы те люди, которые могут защитить, предотвратить взрыв. Я не имею в виду лично предотвратить, а ситуацию предотвратить. Вы те люди, которые имеете не просто военный опыт, но вы доказали, что вы готовы отдать ее жизнь за эту страну. Которые не очень благодарны сегодня. Согласен. Честно же. Правда. Не очень благодарны. Ведь у вас, наверное, достаточно немало людей, которые сегодня не имеют прав, не имеют документов надлежащих. Есть. Да? Не получает зарплаты надлежащие. Есть. Я не знаю, платят вам или нет, если честно. Если честно, то пару месяцев не платят. Да? Пару месяцев уже не платят. Там задержка, там не вина государства, так скажем, вина батальона. Я это слышу от всех. Вот не только от вас, от всех. Были другие подразделения у меня в гостях. Представители, естественно. И говорили, что не. Это не потому, что генштаб там или... Там экономическое управление. Знаете, я понял вашу мысль. Нет. Это у нас сменился интендант, который должен был заполнить списки. Он демобилизовался. И потом эти списки пропали. И эту песню я слышу. Согласен с вами. Согласен. А почему вы прикрываете это? Нет, не прикрываем. Ни в коем случае. Вы спрашиваете, я вам расскажу. Да, не прикрываем. Давайте так будем говорить. У нас до того, как началась война, у нас была армия? Ну понятно. Нет. Не было. Не было. И поэтому эту армию мы создавали сами. Да, я не скажу, что без помощи, не более того, генерального штаба и так далее. Ведь все на этих посадах люди гражданские. Одно дело, например, я очень неплохо, ну неплохо. А что вы, сегодня... Отлично, играю на гармошке. Да. А вот на баяне... Сегодня, простите меня, сегодня у меня высший командный состав вооруженных сил Украины, ну не знаю, вызывает недоверие, ну примерно процентов на 60. 50, 50, 70, я не знаю, но точно не на 10. Ну понятно, понятно. Есть, понимаете... И почему вызывает недоверие? Потому что я вижу, я вижу, что все время бесконечные проблемы. Вот как в нашем государстве, так и там. Бесконечные проблемы, причем искусственные. Там это не поставили, тут этого не дали. Тут необходимого этого нет. Какой-то идиот, простите, заказал форму для национальной гвардии на 42 миллиона гривен, которая оказалась не нужна ни на одну копейку, потому что в ней не только воевать нельзя, в ней по улице ходить нельзя. Потому что жарко зимой, летом и безумно, и холодно безумно зимой. То есть, я... Ну это же не просто ошибка. 42 миллиона. И я, как человек, который платит вот эти оборудованные проценты, да, я думаю, может быть, мне лучше было бы купить две формы и повезти вам за эти деньги напрямую. Вот это вот... И обойти военное ведомство, которое, извините, только что взяло и бухануло 42 миллиона гривен, а это худо-бедно, все-таки 2 миллиона долларов, да? И никто не расстрелян за это. И никто, более того, не назвали даже виновных. Ну вот. Ну вы же заметили, какие мы в форме все думали. Да, да, да. То бишь, я по этому вопросу отвечу следующее. Да, если бы не люди, я вот сейчас хочу сказать каждому человеку, который помог, неважно, 50 копеек, рубль, 2 рубля, банка сала и так далее, и тому подобное, низкий поклон. Помощь это не зря. То было бы, конечно, ну я не знаю, не дай бог, было бы, вот ваши одесситы, есть человек, который очень сильно помогает нам, это Палеца, это реально. Ну в течение года нам в нашей роте выдали только один раз. Это бывший губернатор Игорь Палец. Да, нам выдали в течение года только один раз 30 комплектов. У нас 170 человек, 30 комплектов формы, неполных. Но, уважаемый, при всем этом, при всем этом, да, тяжело. Кто говорил, что на войне будет легко? Никто не говорил. Да, сейчас очень много вопросов. Очень много. Человек дорогой, ну послушайте меня. Но все равно нужно стоять. Если мы не будем стоять, вот знаете, как хорошо, сейчас идешь, как непривычно. Да вы не представляете, как мы должны быть благодарны за то, что вы стоите. Поверьте, каждый человек. Я говорю о том, что мы не просто неблагодарны. Мы благодарны. Но благодарностью одной вы не сможете защитить эту страну. А вот тут вы не правы. Знаете, человек дорогой, если все люди, вот я беру жителей Одессы, Одесской области, будут четко за Украину, поверьте. У вас, вот посмотрите, давайте так будем говорить, у вас здесь похуже бывают моменты, чем на передовой. На передовой понятно, вот мы, вот враг, все видно, а здесь, как партизанская война. Поэтому, если мы говорим о этом, то давайте так, если с Божьей помощью, да, то, что люди должны, вот те, кто там не помогает, там, или еще что-то, хотя бы молитву какую-то прочитать, там, какую он знает, и поблагодарить Господа за то, чтобы он берег солдат тех, которые воевали, это должен каждый сделать. Понимаете, много безразличных. Разницы нету. Придут те, придут и эти. Это очень плохо. У нас будут большие пенсии, да? Да. Не будет никакой пенсии. Поверьте, я видел больше пяти тысяч через нас прошло людей. И, к счастью, теперь они говорят, да, мы сделали ошибку, но мы же думали, нас не обманут. Это действительно есть такие настроения? Да, мы есть, что мы думали, что будет федерализация, но в составе Украины. Мы не хотели в Россию, но нас же обманули. Это говорят, это люди с Первомайска и так далее и тому подобное. Они сейчас говорят, но сейчас трудно все, ну, надо стараться, понимаете. Как бы не было тяжело с одеждой, поверьте, и так далее и тому подобное. Вот, знаете, меня поднимает внутренне все. Когда вот я разговаривал с одесситными пацанами, там они с Одессы есть, Одесская область и так далее. Никто из них не спрашивал там одежда, а будет, не будет и так далее. Они спрашивали, вы нас обучите, это раз, боеприпасы, автоматы и так далее. Вот это есть, чтобы мы могли достойно защищать. Все, вот конкретненько. Все, спасибо, спасибо. У нас был звонок, у нас уже, его есть еще? Да, о-о-о. Ну, у вас одна секунда, потому что у нас время уже закончилось. Говорите, пожалуйста, только буквально несколько секунд. Ну, несколько секунд, я не спешусь, но хотел бы задать вопрос. Ребята, я занялся, Баграм, 80-й год. Баграм? Баграм, да, Сирикар, Баграм, 81-й, арт-бригада. Да. Ну, не в самом Баграме, а в первую номеровую. Я знаю, знаю, я с Баграма, с 345-го. Да. Вот. У меня вопрос к вам. Отношения наших гамганцев там, да нет? А что, вы плачете? Не-не-не, вы сейчас сюда это делаете. Я, скажем, просто, эм, мне сегодня звонит парень с Львова. Коля, очень известный парень на Украине, в Союзе, известный от Вагу, 345-й год. Он вывозит ребята тут. И встречает своего пацана, которого он выкинул возле Баншера, тот двое суток лежал под столовой, и он его выкинул оттуда. Так, да. Вопрос какой. Ну, и, короче, встретились, все, дали банку, как положено. Ну, как... Да, да. Как, как, как ежедневно. Да. Все, разговаривали, пошла политика чуть-чуть. Да. Все. Ну, я скажу, ребята, нафига вам это все надо, вы что? Да. А что, как понять? Нафига вам это все надо? Кому надо? Тем, кто сидит за этим столом, или тем, кто... Нафига надо страну свою защищать? Я не понимаю. А как? Вопрос отношения афганцев с той и с этой стороны. Вот, скорее всего, да, что это афганцы против афганцев, как бы. Там, в Донецке есть афганцы, в Луганске, судя по-моему, есть афганцы, и с нашей стороны есть афганцы. Вот это отношения друг к другу. Ну, отношения есть, я не буду скрывать, есть, а у нас там тоже афганцы. Мы с ними, ну, как бы, сейчас поддерживаем, но они не воюют на той стороне. Есть, которые и воюют, и их немало. И если уж так глобально брать, то изначально, когда начиналось, в Луганске захватили СБУ, то наши афганцы там, к большому сожалению, сейчас участвовали. Ну, я знаю точно, железно, что они сейчас об этом сожалеют. Да, только там есть такая афишка, как выхода нет. И в Украину они сюда уже, в Киев или куда-то на мирную территорию не могут переехать, потому что они в списках. И в Россию их уже не выпустят, в большом и сожалению. Понимаете? Это, если честно, это 17-й год, брат брата. Понимаете? Тяжело будет, знаете что? Потом, это десятилетия должны будут пройти, чтобы мы снова стали братьями. Вот как у той мамы или жены, которая, сын погиб, муж погиб, отец погиб. Конечно, они будут ненавидеть, к сожалению, уже. Хотя, давайте возьмем Россию, если мы не говорим же, что там все люди плохие и так далее. Возьмем Макаревича. Да он для меня герой больше, чем кто-то либо. Понимаете? Потому что у человека реально все было, а он против этой войны. Только к сожалению, что я не услышал генералов, генералов, которые, вот даже Клинцевич, это депутат Госдумы и так далее. Он у нас в 345-м в Афганистане был, как это, СБУшник, особистом. Да, особистом. Ну вот он радовался, когда они там Крым этот захватили и так далее и тому подобное. Но он должен был первый, как особист выйти, что как мы могли начинать эту войну и так далее и тому подобное. Говорить о том, что какие-то права, какие права. Ну, война в огне рознь, конечно. Конечно. Прямо скажешь. Ну, это я вам могу точно сказать. И война, которая когда-то была в Афганистане, это одна война. Она закончилась тем, чем закончилась. А наша война, это война за свою страну. Совершенно верно. Здесь, пожалуй, роли поменялись. Здесь мы стали афганцами. Да. Вот это вы умно сказали, правильно. Если честно сказать, в Афганистане мы были захватчиками. Ну что мы, какие южные рубежи, мы убивали мирных афганцев. Вот все, не более того. Мы делали то же самое, что сейчас Россия пришла к нам делает. Вот мы пришли к такому печальному, прямо скажем, выводу, что война, в общем-то, не выбирает. И надо заканчивать программу чем-то очень значимым, политически важным, каким-то лозунгом, слезами или чем-то еще. Я вам очень благодарен, и все мы очень благодарны вам за то, что вы держите страну на тех рубежах, на которых вы стоите. Я надеюсь, что вы освободите ее, и мы все вместе освободим ее. Я очень хочу, я очень хочу, конечно же, увидеть мирное небо над всей нашей страной до северных и восточных границ. Хотя я понимаю и другое, что война должна нас очистить от множества грязи, которая налипла на нас. Я надеюсь, что после демобилизации вы, дорогие мои, вернетесь к себе домой, к нам домой. Согласен. И ваша роль уже в борьбе, в войне за нормальную жизнь в стране продолжится. Не только продолжится, но закончится быстрее и закончится победой. Потому что, говорят, там фронт. У нас тоже фронт. Вы это знаете. Вы это знаете. Многие политики, знаете, я буквально секунду списываю это, что вот у нас война, нельзя проводить, то это. Нету хозяйского подхода, нету желания. Должно быть в первую очередь желание, а не списывать просто на войну. Давайте возьмем Израиль. Да, там меньше, но там постоянно война. Как бы вот сколько лет уже. Да. Понимаете? Но они живут, у них экономика действительно не так, что рассказывает нам ВП, ГВП и всякая ерунда у нас растет. А растет только у чиновников. Ведь ничего, к большому сожалению, не поменялось. Не поменялось. Те дорожки, которые были, новые сейчас наши, которые пришли с Майдана, глянули. Да ради бога, все же нормально. И оно все остается. Для этого нужно желание. Я могу прямо здесь в студии сейчас привести вот один-два примера, где можно делать и нужно делать. Реформы нужны. Никто не против. Ну должен быть подход. Вот реформа, которая по селу там допустим, то, что они предложили. Ну это ж, понимаете, давайте взять один район хозяйский, к нему подойти, и все, и все получится. Но видно, никому это не надо. Все ждут, что Европа даст денег. Вот я это так считаю. Завтра их раскрадут. Я никому не верю. Отвечаю за свои слова. Понимаете? И все. На этом скажут, все проведено. А как она? А как люди потом будут жить? Понимаете? Потому что для каждой реформы человек должен сказать, что ему стало лучше жить. Наконец. Ну давайте уже сделаем это. Даже в процессе, Риф. Конечно. Все, дорогие мои, всего вам доброго. Возвращайтесь, пожалуйста, к нам. И со своим военным опытом, своим мужеством, своей честью, пожалуйста, помогайте. Идите впереди. Толкайте. В конце концов, ваше присутствие здесь. Я уверен, во многом будет служить спокойствие. Ну если честно, то у нас выбором. Да. Потому что, как ни странно, наш внутренний враг, он вас тоже очень боится. Боится. И они должны бояться. Должны. Иначе они будут поднимать голову. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо вам. Счастливо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»